Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня ко мне на огонек заглянул один из вариантов макетов массо-габаритных пистолетов ДТ образца 1933 года. Родом из Вятских Полян. Производство Молот Армс. Вещь в наших краях в некотором роде редкость, потому что производство другого государства, Российской Федерации. Но тем не менее, было бы интересно на него взглянуть, как с этим дела обстоят у соседей. Внешне, как мы видим, пистолет ничем не отличается от своего боевого аналога. Ну, коим он и был некоторое время назад. Вот, весь на одном номере, что характерно, весьма приятно. То есть, как затворная рама, рамка и магазин. Магазин, кстати, к вопросу о магазине, не тронут деактивацией, губы на месте. То есть, стандартный штатный магазин пистолет ДТ полностью функционирующий. Ну, внешний осмотр, как бы, мало что даёт. Посмотрим, как его попяляли внутри. Для этого изменим немножко ракурс камеры, дай бы было лучше. Надеюсь, так лучше видно. Забыл сказать, всё это дело комплектовалось паспортом. Вот, называется это оружие, списанное учебной модели ТТ-учебный. ТТ-уч. Общество с ограниченной ответственностью Молот Армс. Вятские поляны. Ну, здесь, собственно, технические характеристики. И, ну, полезная информация, произведён 28 апреля 2014 года. То есть, ну, совсем ещё недавно. Изначально был произведён, как мы видели, в 1947 году. Функционал. Функционал сохранился тот же самый. То есть, ничего нового, ничего старого. Всё как было. Затворная задержка. Ударно-спусковой механизм одинарного действия. Только предвзвод. Самовзвода нет. Предохранителя нет тоже. Существует предохранительный взвод. Всё, как бы, больше ничего. Значит, порядок разборки-сборки. В силу внесённых конструктивных изменений, ну, собственно, деактивации этого пистолета. Теперь он разбирается немножко не так, как боевой аналог, да, как мы видели в видео с пистолетом ТТ-Порт с трёхбухолостыми патронами. Сейчас я покажу, как это происходит. Значит, ну, здесь мы не обойдёмся без дополнительных инструментов. Значит, для удобства желательно, конечно, взвести ударник и, ну, дабы соблюсти технику безопасности, на всякий случай проверить, что в патроннике ничего нет. Хотя здесь, собственно, и патронника такого, как такового-то и нет. Ну, сейчас мы всё это увидим. Значит, первым делом нужно снять вот эту плашечку. Снимается она как? Нужно утопить вот эту вот, я не знаю, пимпочку, не знаю, как правильно называется, с возвратной пружиной внутрь и провернуть эту плашечку по своей оси на 180 градусов. Либо в ту, либо в иную сторону. Ну, как я выяснил, я уже немножко его покрутил в руках. В одну сторону он совершенно не проворачивается. Сейчас будем пробовать провернуть другую. Вот. Вот так. Пружину нужно придерживать пальцем, потому что по ходу пружина изменениями не подвергалась. Вот такая же тога, рассчитанная на калибр 7,62, достаточно мощный патрон. Плашечка вынимается. После этого вынимаем возвратную пружину. Вот. И теперь уже затвор снимается как на пистолете Макарова. Тодвигаем полностью назад до упора. Чуть-чуть приподнимаем его и снимаем вперед. Вот. Вот, собственно, практически разборка завершена. Осталось только отсоединить ударно-спусковой механизм. Вот. Пистолет полностью разобран. Ну, давайте поглядим. Вот так это все выглядит. Здесь гравировка ТТ-учебный. Списано в 2014 году, я так подозреваю. Вот это я вообще не знаю, что за значок. Очевидно, молотовский какой-то. Вот. Все это выглядит у нас вот так. Ну, что ж. Поиздевались на молоте. Над ним, конечно, нещадно. Мы видим, что здесь нет никакого стволика. Как бы, ну, стволик-то есть, но таким, как он должен быть, его здесь нет. Да, я так подозреваю, что вот эта вот часть патроника тоже, как я говорил, нет. Абсолютно. Просто приварена какая-то оболваночка к ней, приварена часть ствола. Даже, видно, нарезы сохранились. Какие-никакие. Вот здесь, в этом месте, в стволе установлен штифт. Вот его здесь. Плохо видно, но поверьте мне, он здесь есть. Поперек ствола. Да, прорезь здесь. То есть, очевидно, вот это просто какая-то непонятная оболванка приваренная, а вот это часть ствола, ну, штатного ствола от пистолета ТТ. Вот, значит, какой деактив именно на рамке? Значит, ну, помимо того, что, да, мы видим это недоразумение, которое можно называть стволиком, вот, подающая, горка подачи сохранилась без изменений до вот этого места, да, ну, в принципе, основная часть горки, подающей горки, это вот это. Дальше уже на настоящем пистолете ТТ здесь была горка уже от самого стволика к патроннику. Вот, вырезаны вот отсюда вот здесь и вот здесь сфрезерованные направляющие, по которым двигается затвор. Значит, сделано это, ну, дабы, скажем так, сделать конструкцию более хрупкой, ну, чтобы, я не знаю, каких-нибудь кулибинных не возникало желания восстановить этот пистолет. И, опять же, сделано это еще для того, чтобы была возможность снять затвор отодвинув его назад и приподнял, да, так как, если бы сохранялись вот эти вот направляющие вот здесь, просто это было бы невозможно. Вот, ну, в принципе, в принципе, на рамке больше никаких изменений нет, да, в том месте, ну, точнее, не в том месте, изначально, как снимается затвор на пистолете ТТ на боевом, да, то есть, отодвигается вот эта пружина затворной задержки, вынимается затворная задержка, после этого можно отсоединить ствол, здесь затворная задержка выполняет функцию, ну, как бы, свою прямую и ничего более, потому что, если, например, сейчас снять пружину, вытащить затворную задержку, то есть, она просто вытащится, вот эта дровиняка приварена, как была приварена, так она и останется, здесь же приварена, ничего не изменится. В принципе, на рамке больше, больше, на рамке никаких изменений нет, то есть, нигде она более не фрезерована, все точно так же, как и было на ней. Значит, ударно-спусковой механизм тоже никаких изменений в нем нету, даже, что характерно, курок или боек, он обычно, вот, на макетах украинского производства зачастую вот здесь тоже, вот эта часть, которая бьет по ударнику, она сфрезерована здесь, она сохранена целой, ну, значит, в чем смысл, сейчас объясню, а смысл здесь в чем, для этого нужно посмотреть на деактив, которому подверглась затворная рама, да, то есть, затворная рама, что здесь было сделано, что характерно, вот их не очень хорошо видно, но поверьте мне, они здесь есть, сохранены боевые упоры, кольца, так называемые кольца на затворе внутри, которые входили в зацепление с аналогичными выточками на стволе в боевом пистолете, вот, и обеспечивали его короткий ход с одновременным опусканием, вот, они сохранены, направляющие тоже здесь сфрезерованы, то есть, вот она, где заканчивается, одна направляющая, вот она, где заканчивается, другая направляющая, по идее, эти направляющие должны были идти аж чуть ли не вот досюда, потому как затвор двигался вот так, а снимался продольным движением вперед, по рамке, по рамке самого пистолета, вот здесь, вот здесь, сфрезерована часть подающей личины затвора, да, то есть, практически, да, как сказать, даже, ну, примерно, примерно до середины, как раз до того места, откуда, по идее, должен был бы вот здесь выглядывать ударник, вот его здесь нет, тут примерно до этой, до этого предела, она и сфрезерована, вот, что еще сделано, ударник отсутствует, и, вот в этом месте, отверстие для ударника заварено, вот, ну, хотя присутствует выбрасыватель, точнее, зацеп выбрасывателя, зуб выбрасывателя, да, он здесь двигается, на самом деле, вот, вот его крепление, то есть, в принципе, в принципе, больше на рамке никаких изменений, вот так, нещадно поиздевались, молотовцы, над замечательным экземпляром, пистолета ТТ, образца 1933 года, выпуска, 1947 года, конечно, наши доблестные украинские оружейники, тоже бывают, филят свои макеты нещадно, но, вот такого непотребства, и, честно говоря, я среди наших макетов еще ни разу не встречал, да, то есть, были стволики пропиленные, профрезерованные, заваренные, с патроника, но, тем не менее, это был полноценный стволик, который был съемный, который можно было разбирать, собирать, точно так же, как, ну, то есть, сохранялся именно порядок разборки, сборки, пистолета как боевого, да, то есть, для получения каких-то навыков в обращении с подобным оружием, значит, как собирается все это дело? Собирается все это дело в обратном порядке, да, сначала устанавливается на свое место ударно-спусковой механизм, после этого аналогично пистолету макарова устанавливается затвор на место, вот, крок уже можно спустить, вот это для удобства, теперь заправляем на место возвратную пружину, утапливаем ее внутрь, придерживаем, дабы не вылетело куда-нибудь далеко-далеко, ставим на место плашку, чуть-чуть придавливаем, проворачиваем на 180 градусов до щелчка, все, след полностью собран, для полного счастья зарядить магазин, функционал вот такой вот, то есть просто, просто я не знаю, как игрушку держать, ну, конечно, да, это тоже кусочек истории, никуда от этого не деться, ну, вот, все это щелкает, клацает, ну, скажем так, игрушка, дорогая, стоимость этого макета где-то 3 400, 3 500 килогривен, то есть, извините за мой французский, 3 500, где-то 3 500 гривен на данный момент, вот, ну, как бы, классная вещь, конечно, для коллекции, положить на полочку, любоваться, играться, вот, ну, честно говоря, бывший у меня на обзоре пистолет ТТ под стрельбу холостыми патронами мне нравился больше, хотя это тоже достойный экземпляр, ну, собственно, на этом все, благодарю за внимание, благодарю за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки, до встречи в следующих видео, до встречи в следующих видео,